Приветствую, уважаемые! Ну что ж, сегодня у нас будет с вами антикризисный обзор. Да ладно бы там коронавирус, который шляется по планете как хозяин. Ладно бы там доллар, который растет как на дрожжах, кинутых в сельский туалет. У меня-то все начало ломаться. Микрофон сломался, вы видите, я вот пишусь на дешевейший, оставленный мне когда-то китайский микрофон там с Алиэкспресса что-то за тысячу рублей или даже дешевле. Потому что оголовье фирменное от роут у меня просто развалилось. Причем давно она уже развалилась механически, а теперь еще рассыпался внутри кабель, который типа армирован кевларом и весь из себя надежный. Его там надо даже не то что перепаивать, его скорее всего отрезать придется полностью и делать с нуля. То есть полностью пересобираем микрофон. Второй момент, у меня как вы видите очки. Очки тоже все пришли внезапно в негодности, поэтому мне пришлось спасаться запасными. То есть у меня вот эти теперь только очки остаются. Камера, сволочь, даже камера начала сдыхать. И у нее там начинают отваливаться какие-то внутри куски, поэтому только карта памяти туда влезает плохо. То еще что-то, то глючит на пустом месте, то карточку не опознает. Ну то есть, как говорится, беда не приходит одна. Ну это я к тому, что если хотите помочь каналу продержаться на плаву, хоть что-нибудь, да, вот там ссылка есть, можете пожертвовать хоть сколько-нибудь, сказать таким образом спасибо. Я хоть может быть хоть как-то железки-то куплю рабочие, потому что у меня сейчас просто физически не хватает финансов на это все дело. Я бы с удовольствием, естественно, поставил себе давно уже фотик записывающий, микрофон бы поменял, но, но, но. Так вот, сегодня мы с вами будем говорить про доступную, доступную звучащую историю от JBL. Это наушники, естественно, проводные, но ценникам 800, да даже не 800, 500 рублей. То есть за 500 рублей их реально в официальной рознице сейчас найти по всяким акциям. Что же могут наушники за 500 рублей? Давайте разбираться. Выглядят наушники, с одной стороны, понятно, не сильно вычурно, с другой стороны, есть определенные стилевые решения именно от JBL. То есть это выдавленный логотип JBL и выдавленный фирменный восклицательный знак. Есть решения с разной текстурой, то есть глянец и матовая часть внутренняя. Резинки это центральная оранжевая часть, более плотная, и полупрозрачная, более тонкая черная юбка. Кабель здесь не спутывается, ну или точнее спутывается, но легко распутывается. Такая плоская лапша, что называется. И маленький пультик управления, но с одной кнопкой, то есть прием-отбой. Конечно, им можно управлять и воспроизведением, но, тем не менее, это не регулятор громкости. Разъем 3.5 сделан почему-то под углом не 90 градусов и не 0, то есть не прямой. Зачем так сделан, не знаю, может быть это модно. Теперь как они сидят. То есть хопа поставили, хопа. Очень надежная посадка, причем реально вот этот вот небольшой угол, который есть от звуковода по отношению к оси динамика, он как-то удобнее входит в ухо, там они лучше держатся. То есть я с ними ходил, помотал головой, у меня они не выпадают. Естественно, надо правильно подобрать амбушюры. По звуку теперь, что же может история за 500 рублей? Неожиданно очень целостное звучание. Понятное дело, я не сравниваю сейчас с решениями там за, ну, каких-нибудь там даже 2 тысячи, 5 тысяч, не дай бог. Это 500-рублевые наушники, которые звучат классно. Низкочастотный диапазон, естественно, имеет подъем, все-таки у JBL есть акцент на современное звучание. То есть это верхний бас, особенно акцентирован, но он акцентирован аккуратненько и достаточно естественен. То есть для большинства композиций, где он изначально в материале не перегружен, вы услышите нормальное насыщенное звучание. Он умеренно глубок и достаточно быстр для звучания JBL. То есть у JBL есть модельки с более ватным басом, здесь он более собранный, в меру естественно. То есть чувствуется баланс между ватностью и такой вальяжностью от Sony и очень сухим китайским форматом. Когда там сухонько собрано, но как-то немножко синтетично и не живо. И здесь вот, естественно, с определенным акцентом от JBL. То есть если вы слушали вообще наушники JBL, вы услышите вот этот самый призвук в басу, да и вообще во всех частотных группах. Такой немножко легкий драйв и легкий чуть-чуть элемент пластика. У одних наушников этот элемент пластика побольше, у некоторых поменьше, вот здесь это как раз про поменьше. То есть очень естественный для JBL. Средний частотный диапазон отличается неплохой, очень неплохой проработкой. И он не потерян. Да, может показаться, что его нету, но на самом деле он вполне себе прослушивается. И вокальные партии, и соответствующие инструментальные партии, попадающие вот в эту частотную группу, тоже вполне себе неплохо прорисованы. Самая проблема это VG. Конечно же, все-таки дешевые наушники не подразумевают крутых VG, не подразумевают большой детализации, разделения инструментов. Но здесь проблема в другом. Здесь где-то на 5-6 кГц есть явный такой задранный подъем неприятный. Он очень режет ухо. Если в материале много соответствующих частот, да, там много каких-нибудь пелящих гитарок, у кого-то вокал там уходит дополнительно с постобработкой туда, есть какие-то перкуссионные штуки в этом частотном диапазоне, все, вам просто по ушам режет. Вот прям сильно режет и все портит звук. Из-за этого кажется как раз, что поднятая умеренно нижняя часть, серединка остается и VG такая палкой торчит. И получается, что середины как бы нету, но она на самом деле там есть. Что можно сделать? Так как это все-таки наушники явно не под Hi-Res рассчитанные, то смело пользуйтесь обычным эквалайзером. Берете и срезаете там где-то от 4 до 7 кГц. Чуть-чуть там 6 кГц попробуйте придавить. И наушники заиграют по-другому. То есть в принципе можно эти наушники заставить звучать хорошо совсем. За 500 рублей они реально выдают очень приличную звуковую картину. У них виртуальная сцена напоминает комнату, нормальную комнату. То есть вам не прямо в нос поют. И это достаточно широко. То есть я ожидал, что будет более плотное такое камерное звучание. Здесь оно дает пространство, оно дает ощущение какое-то. Я могу понять право-лево, мне туда даже хочется как-то засунуть руку. И для 500 рублей это очень здорово. Да, эти наушники не самый свежак, им уже несколько лет. Но тем не менее они сейчас попадаются по очень вкусным акциям в магазинах электроники различных. Поэтому обязательно присмотритесь. Мне эти наушники понравились. Если у вас нету переходника, я думаю, в комплекте к смартфону вы его найдете. И с удовольствием слушайте. Минус по технической части, повторюсь, это отсутствие регулировки громкости. Ну а как гарнитура, они просто как-то передают ваш голос. Нет никакого шумоподавления, просто один микрофончик. В принципе, вас вполне себе слышно. Но какой-то серьезный ветер, естественно, он уже будет очень хорошо ловить. В целом, JBL молодцы, JBL могут. И даже в наше не самое простое время можно найти для себя вполне себе пристойные уши. Чего я вам и советую. В крайнем случае, даже просто если блютусные уши сдохли, вот эту вот штуку на замену иметь святое дело, я считаю. Все, на сегодня все. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok